Так, все видно, да? Да, да, видно. Все в порядке. Отлично. Тогда я сейчас еще сделаю полный экран, чтобы было удобнее. И как обычно, по традиции, слайды у меня будут на английском, доклад я буду делать на русском. И сразу хочу сказать, что последняя часть доклада сделана совместно с Натальей Васильевной Смородиной. Та часть, которая касается применения мартингальной техники к исследованию ветвящих случайных блужданий. Поскольку эта тема достаточно специфичная, я расскажу, что ветвящими случайными блужданиями называются процессы на дискретных структурах. Мы их рассматриваем, как правило, на многомерной решетке с непрерывным временем. С непрерывным временем. И здесь возникает достаточно много интересных моделей. И если посмотреть публикации в архиве, как я обычно говорю, вот за последние годы, возникает очень много публикаций. Но, как правило, рассматриваются ветвящиеся случайные блуждания, так же, как и ветвящиеся процессы, чаще с дискретным временем. А у нас вот такой объект будет время непрерывно и блуждание по дискретным структурам, в частности, по решетке. Такие процессы имеют многочисленные применения. Это все хорошо знают. Я не раз об этом рассказывала, но, может быть, для тех, кто слышит впервые, повторю, что в статистической физике была серия работ Якова Борисовича Зельдовича, академика Зельдовича, который обратился к Саниславу Алексеевичу Молчанову, в то время моему научному руководителю, с просьбой формализовать ряд задач, которые возникают в статистической физике. Именно в этих работах возникли эволюционные операторы со случайным возмущением. Часть работ нашла свое применение в химической кинетике. Это серия работ Гертнера Молчанова 90-х годов. Но на самом деле я должна сказать, что там рассмотрены также задачи со случайным потенциалом и получены в этом плане фундаментальные результаты. Обычно они нужны. Бывает ультра личное какое-то. Мы сосредоточимся на элитме. Ой, коллеги. Это у Пирогова, наверное, опять. Там не выключим микрофон. Да, затем. Выключай. Вот в теории гомополимеров, как я всегда говорю, такое химическое название. Вот глобула при нагревании раскручивается. И вот в работе Крэнстона Молчанова раскрутка вот этой полимерной глобулы под воздействием температуры трактуется как броуновское движение. И эта работа опубликована, как я сейчас говорю, в журнале «Функциональный анализ». Также вот ветвяющиеся случайные блуждания на решетках нашли свое применение в описании различных эффектов популяционной динамики в работах такого известного американского социолога Витмайера с Молчановой в этом направлении работы. Ну и вообще тема, ну, конечно, необъятная. Я просто хочу сказать, что вот эта тема активно развивается как раз так же и новосибирскими математиками. Вот особенно вот такая тема, как «Большие уклонения для траектории случайных блужданий». И среди исследователей такие выдающиеся математики, как Александр Александрович Боровков, Ну, Константин Боровков, Дмитрий Коршунов, Могульский, Пухальский и так далее. Я должна сказать, что вот этот флаг ветвяющих случайных блужданий подхватили петербургские математики, которые занимаются ветвяющимися случайными блужданиями на периодических структурах. Я вот хочу упомянуть работы Платоновой и Рядовкина, учеников Натальи Васильевны Смородиной. И вот последним, как мне кажется, достижением в этом направлении явилось вот наше сотрудничество с Натальей Васильевной, которая решила применить вот к этим процессам маркетинговальную технику. А теперь я буду рассказывать обо всем по порядку, потому что тема специфическая, и, наверное, я начну с формального описания модели. Мы рассматриваем многомерное пространство. И, конечно, пространственная структура и, конечно, поведение процесса зависит от пространственной структуры. Я буду давать чуть позже формальное определение. Что значит это пространственная структура? Вот у нас многомерная решетка. Мы можем размещать источники размножения и гибели частиц в точке решетки. И, конечно, от законов размножения и гибели частиц у нас зависит от поведения процесса. Например, если у нас постоянные интенсивности гибели и размножения, те, которые будут сегодня в докладе, в этом случае мы говорим о неслучайной среде. Если же мы предполагаем, что размножение и гибель представляют собой случайные величины, мы говорим о ветвящих случайных блужданиях в случайной среде. Если у нас источники размножения и гибели, которые мы называем источниками ветвления, расположены в каждой точке решетки, мы говорим об однородной неслучайной среде. Если в конечном числе точек решетки, то они об неоднородной среде. Также поведение процесса, конечно же, зависит от пространственной динамики, от того, какими законами описывается случайное блуждание, лежащее в основе процесса. Я сегодня буду останавливаться на двух достаточно известных результатах, вот наших, когда мы рассматриваем случайное блуждание с конечной дисперсией скачков и с бесконечной. А также буду говорить о модели, когда мы можем немного нарушить симметрию случайного блуждания. То есть настолько, насколько мы некими преобразованиями можем привести наше рассматриваемое случайное блуждание симметрично. Здесь написано неформальное описание модели. Вот, пожалуйста, желтые – это источники. Они расположены в каких-то фиксированных точках решетки совершенно произвольно. Их здесь четыре источника изображено. Есть красненькая частица, которая блуждает по решетке, причем мы рассматриваем достаточно общие, как будет видно, дальше способы блуждания. Частица, наше блуждание неприводимое. Несмотря на то, что у нас как бы бесконечно мерная решетка, частица может достичь с определенной интенсивностью каждой точки решетки. Но только в желтых узлах она может давать потомство или гибнуть. Теперь, естественно, этот процесс Марковский. И все частицы развиваются независимо друг от друга и от всей предыстории процесса. Теперь, какие основные объекты чаще всего исследуются в этой теории? Не только эти, но я буду сегодня в докладе останавливаться на таких объектах, как средняя численность частиц на всей решетке и число частиц в каждом узле решетки у, а также на поведение их целочисленных моментов. Значит, почему здесь возникают t, x, y? В начальный момент времени t, равное нулю, частица находилась в точке x, а в момент времени t в точке y. И m, n, t, x, y – это есть среднее число частиц в момент времени t в точке y при старте из точки x. И аналогично определяется общее число частиц на решетке. Ну вот исследование предельного поведения на больших временах средних численностей частиц, то есть численностей частиц в каждой точке решетки и средних численностей частиц – это, в общем, одна из основных проблем в исследовании ветвящихся случайных блужданий. Теперь, как правило, ранее предельное поведение процесса, да и даже, можно сказать, не ранее, часто исследуется, когда мы фиксируем пространственную координату y и рассматриваем поведение процесса при t, стремящемся к бесконечности, то есть при фиксированных пространственных координатах. С другой стороны, достаточно важными и интересными проблемами это является пространственная временная структура ветвящихся случайных блужданий, когда и время стремится к бесконечности, и пространственная координата тоже стремится к бесконечности, и связаны они между собой каким-то определенным образом, например, степенными. И я сегодня хочу остановиться именно на таких методах, которые являются не столь часто применяемыми в вероятных снах исследованиях. Я буду останавливаться на спектральных методах и на маркетингальной технике. Значит, давайте рассмотрим ветвящиеся случайные блуждания. Пока что мы предполагаем на любое ветвящееся случайное блуждание три условия. Первое условие – это условие регулярности. И в матрице переходных интенсивностей, мы пишем матрицу переходных интенсивностей за малое время h, у нас частичка может перейти с интенсивностью a, x, y и с точки x в точку y. И мы предполагаем, что на главной диагонали стоят отрицательные элементы. То есть в этой матрице сумма по строкам равна нулю. Инфинитизимальная матрица, которая сдает случайное блуждание. Это стандартные условия регулярности. Второе условие – это условие симметричности. Это условие достаточно существенно, поскольку при этом условии у нас эволюционный оператор, который возникает в уравнениях, как мы увидим дальше, он будет самосопряженным, и мы будем возмущать самосопряженный оператор. Затем достаточно важным при наших доказательствах пока является условие пространственной однородности. То есть интенсивность перехода из y в x равняется интенсивности перехода из нуля вот такой в точку y минус x на решетке. Вот такой подход позволяет нам рассматривать переходные интенсивности как функцию одной переменной, что является достаточно удобным. И последнее условие, которое мы влагаем на ветвящее случайное блуждание – это условие достижимости каждой точки решетки. Или можно переформулировать вот в матричных терминах как условие неразложимости. Вот оно сформулировано. Мы для каждого z можем указать вот такой путь. Для каждого z существует набор векторов такой, что z представляется вот в таком. То есть это достаточно общий условие. Теперь как мы определяем блуждание в источниках. Но у нас, как я говорила, источников может быть, от этого очень сильно зависят, конечно, результаты моделей. Но я буду в источнике. Допустим, у нас источник располагается в точке x и многомерной решетки. В этом случае мы будем задавать процесс ветвления инфинитизимальной производящей функции. То есть что такое bn от x и? Это возможность дать n потомков в узле x и многомерной решетки. b0 – это интенсивность гибели того, что частица исчезнет. А как обычно, b1 у нас предполагается меньше нуля. Для того, чтобы сумма переходных интенсивностей равнялась нулю. Во всех прежних исследованиях очень важным параметром, как бы аналогом среднего числа частиц, производимых в источнике, вот аналогом, не в точности, а аналогом, являлась характеристика b1. Это первая производная инфинитизимальной численности потомков. И вот эту первую производную мы будем называть интенсивностью ветвящегося источника. Если мы доказываем предельные теоремы, как ранее, методом моментов, и показываем сходимость некоторых нормированных случайных величин, некой случайной величине распределения, которое однозначно определяется своими моментами, нам, естественно, требуется существование вот r производных, производящих функции потомков. Елена Борисовна, а что такое b1? Это что-то же невероятность. А что это b1? b1. b1 – это интенсивность. Вот внизу вы видите… Как можно интенсивность быть отрицательной? Как интенсивность? Может быть, это b1 меньше нуля написано? b1. b1. b1 – это b. b1 – это интенсивность, это нормировочная константа. То есть, b1 дается только для того, как и для переходных интенсивностей, чтобы сумма равнялась нулю. b0… Что такое bn тогда? Что такое bn? Значит, bn – интенсивность дать n потомков. В течение времени dt или просто как в данный момент времени? В течение времени dt за малое время h. У нас непрерывное время. А, понятно. А b1 – это понятно тогда. Да, то есть b0 – это интенсивность гибели, b2 – интенсивность двух потомков, b3 – трех, и процесс пошел. Понятно. Спасибо. Значит, вот это условие, как я сказала, bri, требуется для доказательства предельных теорем методов моментов. Если я сегодня вот дойду до марксингальных методов, мы поймем, что здесь будет очень большое продвижение, и мы можем потребовать существования только первых двух моментов. Теперь, а вот здесь мы можем трактовать как ветвящее случайное блуждание, естественно, как марковский процесс. И здесь написаны все возможные эволюции частицы. Вот за малое время h она может прыгнуть в точку, в какую-то точку y, или, если она не прыгнула, произвести k потомков, вот с вероятностью b снизу звездочка hxk. Либо с ней ничего не случается, и ничего не происходит с этой частицей. Вот видно, это единица минус сумма по переходным вероятностям, что она никуда не прыгнула, и по интенсивностям делили. Таким образом, вот с такой вероятностью с частицей ничего не происходит. Так это бесконечный верный морский процесс, правильно? Ну, конечно, да. Вот. И здесь одним из важных таких инструментов являются функции, то есть я вначале расскажу о переходных вероятностях. Вот давайте рассмотрим, забудем о ветвлении, рассмотрим случайное блуждание xt. Значит, генератор а порождает это случайное блуждание. И за малое время h переходные интенсивности случайного блуждания имеют такой вид. Вот. И здесь мы определили переходные интенсивности. Естественно, переходные интенсивности случайного блуждания – это известный факт. Удовлетворяют обратным уравнением Калмагор, где в правой части возникает оператор А, который действует из LQZD в LQAT. ZDQAT больше равняется единице, меньше равняется бесконечности. Вот по такой формуле. И, значит, мы можем рассмотреть… Сейчас, извиняюсь. Мы можем рассмотреть… Значит, если мы к первому уравнению… Как решается это уравнение? Это все превосходно знают. Применяется прямое образование Фурье, обратное преобразование Фурье. И вот снизу выписано точное решение обратного уравнения Калмагорова для переходных интенсивностей. В дальнейшем нам понадобится функция φ от θ – это сумма по х, а от х на экспоненту в степени х θ – преобразование Фурье переходных интенсивностей. А это переходная вероятность. Дальше мы будем рассматривать вот такой важный инструмент, который нам понадобится в дальнейшем. Что мы будем называть функцией Грина? Функцией Грина мы будем называть функцию G λ xy, которая с одной стороны является преобразованием Лапласа переходных интенсивностей, а с другой стороны для нее существует альтернативное представление. Вот давайте посмотрим. Я не знаю, наверное, мой курсор виден. G λ xy может иметь вот такой вид. То есть для функции Грина существует два альтернативных представления. И вот благодаря второму представлению эту функцию называют функцией Грина. И в этом случае мы можем определить такие важнейшие понятия для случайного блуждания, как возвратность и невозвратность, уже в терминах функции Грина. Вот мы будем говорить, что случайное блуждание невозвратно или транзиентно, если функция Грина G0,0,0 меньше бесконечности, и возвратным, если она равна бесконечности. Вот мы будем рассматривать наш процесс при двух условиях. А вот здесь уже некоторые теоремы можно получать без предположений об интенсивности случайных, то есть без предположений о скачках случайных блужданий. Такие общие теоремы об экспоненциальном роще частиц, как мы увидим. Но для детального исследования мы будем рассматривать модель в двух предположениях. Первое предположение говорит о том, что при выполнении условия 1 у нас дисперсия скачков случайного блуждания конечники. А при выполнении условия 2 мы накладываем такое условие, где D – это размерность решетки, альфа – некий параметр, который принадлежит интервалу от 0 до 2, а H – это некая функция, которая у нас отвечает за симметрию блуждания. Вот при выполнении этого условия у нас дисперсия скачков случайного блуждания становится бесконечной. И вот если у нас выполняется предположение 1, то при T, стремящемся к бесконечности, переходной интенсивности ведут себя как T, X, Y. Причем первые члены симпатического разложения не зависят от X и Y. Это как константа, которая зависит от размерности D, деленная на T в степени D пополам. И здесь выписан явный вид этой константы. И мы сразу видим, что в размерности 1 переходная вероятность ведет себя как единица, деленная на корень из T. Вот этот интеграл G0 у нас будет расходиться как корень из T. Понятно. Если в размерности 2 у нас переходная вероятность ведет себя как единица на T, этот интеграл будет расходиться как натуральный алгоритм D. А начиная с размерности D больше равное 3, он конечен. И на самом деле вот этот факт был известен еще ПОЭ в 1921 году для случайного блуждания с конечной дисперсией скачков. А вот факт для бесконечной дисперсии скачков, он менее известен. И в этом случае переходная вероятность TXY ведет себя как некая константа, зависящая от альфа D, деленная на T в степени D, деленная на альфа. И здесь поведение случайного блуждания абсолютно меняется. У нас случайное блуждание может быть невозвратным во всех размерностях. И только в случае размерности 1 при альфа, принадлежащем интервалу от 1 до 2, у нас функция Грина G0 будет расходиться. И только в этом случае у нас, я не знаю, могу ли я комментировать, но как-то могу. И только в этом случае у нас случайное блуждание будет возвратным. А вот когда конечная дисперсия скачков, она у нас возвратна в размерностях 1 и 2. Значит, вот этот факт впервые был проанализирован как при T, стремящемся к бесконечности, так и про пространственные координаты, стремящиеся к бесконечности, в такой работе Акбора Молчанова-Вайнберга, где они получили глобальную теорему для PTXY. Но они получили глобальную теорему с очень мощным условием регулярности, которая накладывается в условиях такого, я его сейчас не буду воспроизводить. А мы, моя аспирантка Анастасия Рытова, применили, развили для этого вот некую технику, связанную с Лемой Ватсона. Вот здесь на экране стандартная Лема Ватсона. Мы вот обобщили ее на многомерный аналог, и вместо стандартной степенной функции в степени стоит функция S от X, которая асимптотически ведет себя вот таким образом. И вот из этого разложения сразу получается локальная, как мы ее называем, предельная теорема. Локальной мы называем предельную теорему, когда X и Y фиксированы при T, стремящемся к бесконечности. Так, теперь я хочу сказать, значит, в этом случае... Еще раз Лему Ватсона еще можно показать? Пожалуйста. Значит, на самом деле Лему Ватсона, мы здесь опирались, Сергей, на книгу Федорюка. Вот, и на самом деле у Федорюка представлен как бы более общий результат. Не только первые члены симптотического разложения, но и равенства. То есть он полное разложение нашел. Нам нужен был только первый член, поэтому мы его привели в таком виде. В чем заключалось наше обобщение в двух направлениях? Первое, мы рассмотрели многомерный случай. А второе, вместо X в степени альфа, обычно вот когда здесь стоит степенная функция, вот такие результаты принято называть Лемой Ватсона. А мы вместо степенной функции рассмотрели функцию S от X, которая может даже быть и недифференцируема в нуле. Вот. И вот получение такого результата, это вот у нас подробным образом опубликовано, по-моему, в мат-заметках в 2016 году эта работа. Вот. Позволено сразу получить... Да, вот тут написана ссылка, мат-заметки, 16-е годы. Вот. Получить локальную теорему. И самое интересное, мы тоже удивились, что как-то вот в таком нужном виде мы не нашли вот такого обобщения. Оказалось, вот пришлось действовать сами. Вот. Теперь перейдем к уравнениям для моментов. Вот у нас есть уравнения для моментов. Первый момент мы обозначаем М1, НТ и момент МН. Очень интересно устроена эта цепочка уравнений для моментов. Это уравнение всегда линейно относительно МН. А вот второй член, нелинейный, что значительно усложняет исследование, он рекуррентно зависит от всех предыдущих моментов. И вот здесь показано, как вот эта ЖН-функция зависит от предыдущих моментов. Но мы с вами остановимся. Я забыл, я забыл. МН – это момент числа частиц в точке, да? Сколько частиц в точке? Вы знаете, и в точке, и в точке, и общего числа частиц. Если в точке, естественно, начальные условия будут из L2 от ZD и дельта YX. Вот. А если общее число частиц, мы предполагаем, что на решетке была одна частица. Значит, уже тождественно равняется единице. И поэтому вот на самом деле нам даже понадобится для этих исследований два пространства. Если мы исследуем локальные численности, мы используем пространство L2 от ZD. А когда мы рассматриваем общие численности, мы уже используем пространство L-бесконечности. То есть, если одна частица в начале координат, в начале что было? Одна частица в начале координат, да? И там МН – это число этих самых… А МН от 0X… А МН 0XY – это все поле. Вот давайте посмотрим. У нас X, она в начальный момент времени была не в нуле, а в точке X. В какой-то произвольной точке решетки была частица. Пошла она блуждать, размножаться в источниках и так далее. Что будет в момент времени T? В момент времени T мы можем пересчитывать число частиц в фиксированном узле Y производства, а можем считать весь размер популяции частиц на решетке. Такое МН 0X тогда? А X – это начало, понятно. Это T равно 0. А X – это начальная точка, понятно. Спасибо. И тогда уравнение для первого момента у нас примет такой вид. DM1 по DT равняется HβM1. Где Hβ, вот если мы имеем один узел на решетке, расположенный в точке X, то этот оператор устроен таким образом. У нас есть оператор, задающий блуждание, плюс оператор, задающий ветвление. Вот такой вид эволюционного оператора у нас как бы является, ну если на самом деле для исследования он далеко не простой, этому посвящена целая моя книжечка. Вот, но вот здесь возмущение рассматриваем пока в одной точке. Мы перейдем и к многоточечным моделям. Вот здесь Hβ задает вот такой оператор. И вот отказывается от структуры спектра этого оператора, по структуре спектра мы можем получать очень там грубую классификацию поведения момента. Вот, значит, каким образом устроен оператор А? Вот он имеет существенный, или его называют иногда абсолютно непрерывный спектр от минус С до нуля. Вот. А что дает… вот это спектр оператора А в Эль-2 от ЗД. А что дает вот это возмущение? Оказывается, вот это возмущение не поменяет существенного спектра оператора, но может при определенных условиях структуру спектра может стать вот такой. Вот у нас есть вот существенный спектр минус С0. А может при определенных условиях получиться изолированное собственное значение, положительно изолированное собственное значение. Если один источник, у нас оно может появиться. Может как появиться, так и не появиться. Давайте теперь подумаем сейчас, когда оно появляется. И определять мы уже будем не так, как это определяется, например, в стандартных ветвящихся процессах. Определим бета-критическое как единицу, деленную на G0,0,0. То есть бета-критическое у нас зависит от свойств блуждания. И теперь мы будем сравнивать интенсивность источника с бета-критическим, который описывает у нас блуждание. И вот оказывается, если бета больше бета-критического, то вот это уравнение бета G0,0, равное единице, имеет единственный корень лямбда нулевое строго больше нуля. Вот давайте теперь посмотрим на такой график. Я попытаюсь его изобразить здесь, чтобы было понятно. Вот как у нас устроена G0. g лямбда у нас, то есть, так, это у нас лямбда. А как ведет себя функция g лямбда? Вот если у нас случайное блуждание возвратно, то она ведет себя таким образом. И вот это уравнение всегда имеет решение. Единица на бета. Если же у нас случайное блуждание невозвратно, то функция же лямбда ведет себя вот таким образом. И у нас здесь решения нет. А решения начинают появляться только вот здесь. Вот такое простое, такое достаточно простое замечание. Однако, значит, это замечание говорит вот о чем. Если у нас конечная дисперсия скачков, то бета-критическое равняется нулю в размерностях 1,2. А если у нас D больше равное 3, бета-критическое строго больше нуля. Что из этого следует? Из этого следует, что если у нас случайное блуждание транзиентно, частица может уйти на бесконечность. И просто положительной интенсивности источника, когда рождение превышает, интенсивность рождения превышает интенсивность гибели, нам недостаточно. И вот эта критическая точка, бета-критическая, она будет нетривиальной, строго больше нуля. Вот очень интересную картину мы получаем и для тяжелых хвостов. Бета-критическое равно нулю, когда у нас случайное блуждание возвратно. И опять же мы получаем нетривиальную критическую точку, когда случайное блуждание у нас не возвратно. И в этом случае поведение процесса у нас существенно отличается при бета-большем бета-критическое, при бета-равном бета-критическое и бета-меньшем бета-критическое. То есть мы таким образом выделяем фазовые переходы по интенсивности источника, сравнивая с критической точкой. Но у нас, как покажет следующая теорема, у нас есть фазовые переходы не только по размерности решетки, но и по размерности пространства. Вот представим МНТХУ. Как оно себя ведет при Т, стремящемся к бесконечности? Вот у нас есть некая функция, зависящая только от х, у, от n и d, а у n – это асимптотика локальных численностей в каждой точке решетки. И то же самое мы имеем для общих численностей. Вот давайте посмотрим ту ситуацию, где великолепно действуют также и мартингальные методы, не обязательно изучать все размерности. Это тогда, когда у нас существует экспоненциальный рост моментов по Т. Экспоненциальный рост моментов свидетельствует о регулярности роста моментов. И таким образом в этом случае мы можем доказывать теоремой методом моментов или с применением мартингальной техники. Если у нас β равняется β-критическому, то ситуация становится намного сложнее. Мы видим совершенно разную динамику численности частиц вот в размерностях 1, 2, 3, 4, d больше равное 5. А вот может возникнуть у слушателей вопрос, а чем же такие волшебные размерности d больше равное 5, почему у них все совпадает? А вот в младших размерностях не совпадает. Это связано тем, что спектр аспиратора hβ в этом случае, когда у нас критическое, расположен от минус s до нуля. А вот правый край спектра 0 является собственным значением оператора только в размерностях d больше равное 5. И этим как раз объясняется степенной рост численности частиц. А вот в размерностях меньших 5 он не является. Это в случае конечной дисперсии скачков. И также мы имеем различное поведение для меньшего бета-критического. Теперь я хочу немножко... Извините, разве я говорю, Лена? А вот все-таки, ведь вы говорите степенной, но у n и у n ведутся по-разному, даже для d больше равное 5. Конечно. А, правильно. Потому что у n – это общая численность частиц, а у n – это аганя. Ну, понятно. Вот что, да. Понятно. И на самом деле, забегая вперед, вот мы видим, что у нас нет фазовых переходов по размерности решетки в случае, когда у нас один источник. Но вот мы сегодня вернемся к случаю, которому немножко другому, когда у нас конечное число источников. Никак нет переходов. Вы же говорите, что при бета больше бета-с и бета меньше бета-с. У нас может быть при бета больше равном бета-с, если несколько источников, будет другая ситуация. Вот сейчас пока у нас только один источник. Все-все, у нас тут все... А вы сейчас говорите про ситуацию, когда бета больше бета-с. Да, бета больше бета-с. Понятно. Теперь, что здесь творится дальше? И аналогичный результат – это результат наш совместный с Анастасией Рытовой, который вошел в ее диссертацию. Это классификация для тяжелых хвостов. И здесь тоже есть случай, когда у нас блуждание возвратно, когда тоже есть регулярный рост моментов. Здесь классификация чуть более сложная. И вообще ключевой вопрос – как себя ведут нормированные численности частиц. И в этом случае мы применяем... И здесь мы вышли на такую проблему момента. Потому что мы рассматривали... Мы нормировали, допустим, M1 TXY на экспоненту в степени лямбда нулевое Т. И изучали при Т стремящемся к бесконечности асимптотику. Получали некий ряд чисел, которые мы понимали – это моменты некой случайной величины. И тут мы сталкивались с такой проблемой. А определяют ли эти моменты однозначно распределение случайной величины? И вот здесь тоже на эту тему мы столкнулись с такой вещью, что необходимое или достаточное условие, выражаемое в матрицах Ханкель, оно практически его проверить невозможно. Ну, я не могу. Ну, то есть невозможно практически. И поэтому чаще останавливаются на достаточных условиях. И пока я могу сказать, что наиболее общим из достаточных условий является условие Карлемана. И у нас есть на эту тему работа даже с Йорданом Стояном. Я вам очень благодарна, что он сегодня присутствует на докладе, где мы сравнили различные условия, различные условия роста моментов. И нам удалось показать, что действительно вот условие Карлемана, которое вы здесь видите, оно является наиболее общим из известных достаточных условий. И после этого, естественно, мы начинаем доказывать предельные теоремы методом моментов и получаем вот такие сходимости, что процесс в точке, нормированной на экспонент L0T, ведет себя как некая случайная величина, который однозначно определен своими моментами, умноженная на некую функцию ψ0у, которая выражается через функции Грина. И для общего числа частиц мы тоже получаем подобного рода результата. А в каком смысле предел? Предел по вероятности или по распределению? По распределению. Можно еще вернуться к этим пределам, к утверждению? То есть некая универсальная, некая универсальная векчинокси, которая вообще не от точки не зависит, а от времени. Самое интересное, да, вот открытая проблема. Может быть, вот я ничего не могу, я знаю, что распределение этой случайной величины однозначно определяется моментами, но какое это распределение? Ну я вот, или близко, вот тут я, тут мы пока ничего вот сказать. Сейчас, можно ли вернуться к теореме? Там, кто не зависит, это ни от начального условия, ни от чего. Это некая универсальная случайная величина. Да, да. А от чего она зависит тогда? Она зависит, ну то есть мы определяем, мы изучаем М1, М2, МН при тестовом, вернее, нормированные. М1 мы нормируем на экспоненту лямбда нулевое Т, МН мы нормируем на экспоненту Н лямбда нулевое Т. Смотрим апсимптотику по Т, получаем ряд чисел, мы знаем, что это при Т стремящемся к бесконечности, апсимптотическое поведение, вот, получаем ряд чисел и доказываем, что они однозначным образом определяют вот момент предельной случайной. Но они зависят от исходного распределения числа частиц и от исходного распределения блуждания, да? Значит, вот этот результат используют только такие факты, что случайное блуждание регулярно, симметрично, неприводимо. Все. И для тяжелых, и для легких хвостов это выполнение. То есть регулярно это как? Регулярно это вот это условие, которое всегда накладывается. То, что сумма по строкам инфинитизимальной матрицы... Ой, я, наверное, зря пошла к этому условию. А, значит, возвратно, невозвратно, все равно. Да, да. Да. Ну, распределение кси зависит от блуждания, правильно? Его распределение, само кси. Разные блуждания разные, по-вечему. У нас вся зависимость входит в фи нулевое от у. Вот как оно зависит. Фи нулевое от у зависит от блуждания, от функции Грина. А когда мы рассматриваем общее число частиц, если у нас наблюдается экспоненциальный рост, то и не зависит. Сейчас. А распределение кси от чего зависит? От закона ветвления. От закона ветвления только зависит от ветвления кси. Моменты его. От закона... Почему же? Кси зависит и от закона ветвления, и от закона блуждания. Мы же... Смотрите, вот мы изучаем предельное поведение моментов. Вот предельное поведение вот этих моментов. Так, а теперь поехали дальше. Что же у нас... А во всех остальных случаях у нас наблюдается нерегулярный рост моментов. Например, первый момент стремится к константе, а там при d больше равное 5. Второй момент ведет себя как t и так далее. Вот наблюдается степенной рост. Или стремятся к нулю каким-то особым образом. И вот в этих случаях применяется совершенно интегральная иная техника. Мы здесь используем либо теорию восстановления, либо мы используем Тауберова теорема и так далее и тому подобное. Вот. А теперь я хочу тоже остановиться на случае, когда у нас работают спектральные методы. Вот рассмотрим вот такую модель на решетке. Вот у нас есть источник зелененький. Что в нем может происходить? В нем частица может размножаться, гибнуть. Но интенсивность выхода из источника равна интенсивности входа в источник. Как в тех моделях, которые мы рассматривали. Вот только что мы с вами полностью детальнейшим образом разобрали вот этот, так у меня, вот этот случай. Вот этот случай разобрали детальнейшим образом. И доказали все стремления. Затем может быть ситуация такая, что интенсивность входа в источник не равняется интенсивности выхода. В этом случае у нас уже оператор, отвечающий за блуждания, становится формально не самосопряженным. Мы симметричность нарушили. Это такие блуждания, которыми занимается моя, уж я думаю, бывшая ученица Екатерина Владимировна Булинская. Вот эти случайные блуждания получили название каталитических ветвящих случайных блужданий. А вот здесь у нас ситуация, когда у нас в этой точке только нарушается симметрия блуждания. И никакого ветвления нет. Вот давайте теперь объединим в эту модель источники трех типов. И мы получим тогда ветвящее случайное блуждание, которое изображено на рисунке, с двумя источниками первого типа, с тремя источниками второго типа и с одним источником третьего типа, где блуждания не происходят, а происходят только ветвления. То есть мы таким образом перешли к моделям от одного источника к конечному числу источников. Чем же эти модели так замечательны? Третий тип, когда нет симметрии. Вот мы можем управлять. Мы нарушаем интенсивность. Интенсивность входа не равняется интенсивности выхода. В этих моделях мы нарушаем, рушим симметричность блуждания только в конечном числе точек. Блуждание, именно блуждание. А ветвление в каждом нуле происходит. А ветвление везде происходит, в каждой из этих точек. Каждый из этих точек, за исключением красенькой, у нас уже ветвление происходит в конечном числе точек, в отличие от первой модели. И в этом случае эволюционный оператор средних численностей частиц выглядит вот таким достаточно сложным образом. Я его тут раскрасила. Синенькое – это источники первого типа, красенькие – последнего, и зелененькие – там, где симметрия не нарушается. Ну вот можно этот оператор представить в таком более простом виде. Что же вот возникает такого удивительного, когда у нас есть источники трех типов? Я сейчас немножко, может быть, пролесну некоторые теоремы. Мы здесь тоже можем для этих источников, изучая старшее собственное значение, получать аналоги предельных теорем, которыми мы занимались. Но мы можем, вот для простейших случаев, давайте посмотрим совершенно простейший случай. Вот у нас есть самосопряженный оператор. Один источник в точке В1, другой источник в точке В2. Они разных интенсивностей В1 и В2. И вот оказывается… Дельта – это что такое? Дельта – это оператор, то есть можно трактовать порожденной матрицей с одним ненулевым элементом. Это то, что у нас происходит ветвление в точке В1. А, понятно. Вот, и все. И, значит, здесь вот в таких случайных блужданиях у нас могут появляться фазовые переходы в решении в надкритическом случае. Вот давайте посмотрим зоны. Вот в этой белой зоне у нас у этого оператора нет собственных значений. В серой зоне одно собственное значение, а в темно-серой зоне два собственных значения. То есть у нас уже появляются переходы некие и в надкритическом случае они не влияют на старшее собственное значение, но влияют на само решение уравнения. То есть вот на второй член асимптотического разложения. И вот раньше ограничивались. Вот дошли до теоремы Перронов-Робиниуса, используют ее. Правда, не всегда она в наших моделях годится. Приходится ее там развивать и доказывать простоту собственного значения в некоторых случаях со знакопеременными источниками, например. А вот нам надо часто знать, что положительное собственное значение у нас одно или не одно. А если не одно, как они могут быть расположены и как они связаны с конфигурацией. И вот на эти вопросы удалось в некоторых случаях получить ответ. Вот давайте рассмотрим первую ситуацию. У нас H-бета, наш оператор, такой. У нас есть самосопряженный оператор и конечномерное возмущение в точках Х-И. Предположим, что у нас интенсивности источников в точках Х-И совпадают. В этом случае мы можем иметь следующую картину. У нас будет появляться в спектре оператора не более чем N собственных значений. Может появиться с учетом кратности. Вот давайте я рассмотрю эту ситуацию. Вот, например, вот здесь у нас, допустим, если у нас вот пять источников, и в каждом из источников очень сильное размножение, которое превышает гибель, у нас могут появиться пять собственных значений. А если у нас в каких-то источниках критические источники есть или источники, где идет сильное поглощение, тогда у нас число собственных значений будет не более чем число источников положительной интенсивности. Вот. То есть мы доказываем такую теорему, что старшее собственное значение будет иметь кратность 1, а вот остальные собственные значения могут быть устроены вот таким образом. А теперь вопрос интересный. А вот такой интересный вопрос. А может ли быть старшее собственное значение, ну, естественно, оно будет кратное, а всегда кратности 1, а вот второе собственное значение будет иметь кратность N минус 1? Можно вернуться на ту страницу, где была теорема, так что все-таки их всегда N штук, что ли, за счет кратности? Вот лямбда 0, лямбда 1, лямбда N минус 1. Их всегда N штук. Нет. По крайней мере. А число собственных значений может быть, будет в этом случае совершенно различным. От 1 до N. Написано, лямбда 0, лямбда 1, лямбда N минус 1. Это не всегда так, что ли? Правильно, но здесь равно написано. Здесь равно. Могут быть кратные. Кратные могут быть, да? Да, могут быть кратные. Но все-таки их N, но они кратные могут быть. Понятно. Да, да. И я сейчас буду говорить, в каких ситуациях они могут быть кратными. И вот посмотрите, когда у нас будет, например, появляться, если в модели с одним источником у нас было только одно значение, бета-критическое, то здесь уже будет появляться бета-критическое 1. То есть на этом интервале у нас существует только старшее собственное значение. А здесь уже появится какое-то другое собственное значение лямбда 1. Я сейчас это хочу показать на рисунках. Нет, это не тот рисунок. Простите. Вот. Хочу показать вот такую картинку. Вот давайте предположим, у нас есть трехмерная решетка. И источники расположены, базисные вектора 1, 0, 0, 0, 1. То есть 0, 1, 0. Вот расположены в вершинах базисных векторов. То есть у нас образуется симплекс. Единственное, я хочу сказать, что на решетке, допустим, размерности 3 у нас два симплекса. Размерности 2 отрезок и размерности 3. Вот. То есть оператор будет иметь вот такой вид. Именно только в такой конфигурации у нас будет старшее собственное значение кратности 1. А второе собственное значение, если мы рассматриваем симплекс из n точек, то будет уже иметь кратность n минус 1. То есть в каком-то смысле это такой, ну, крайний случай, который говорит о наиболее быстром росте решения. Это симплекс. А если у нас источники уже неравные, пусть они даже в вершинах симплекса расположены, но имеют разные интенсивности, то в этом случае у нас уже появляются критические поверхности. И вот синенькая критическая поверхность – это зона, где нет собственных значений. Зелененькая, где одно собственное значение. Желтенькая, где два собственных значения. А красненькая у нас может быть даже три собственных значения. Лямбда 0, лямбда 1, лямбда 2. Вот. Поэтому мы с вами здесь устанавливаем, как у нас вообще поведение нашего ветвящего случайного блуждания связано с конфигурацией источников. Что же мы можем сделать дальше? А дальше мы можем рассказать, сказать такую вещь. А давайте теперь рассмотрим разбегающиеся источники. И в этом случае, когда у нас источники разбегаются, то у нас все будет… Допустим, что значит разбегающиеся источники? У нас могут быть источники одной интенсивности и расположены в симплексе, а могут быть источники совершенно произвольную конфигурацию. И пусть минимальное расстояние между источниками у нас стремится к бесконечному. Так, вот извините, пожалуйста, я тут немножко из-за того, что поспешила, немножко нарушила логику изложения. Сейчас, одну секунду. Одну секунду. Вот здесь, на самом деле, вот на этой картинке, вот давайте посмотрим источники одинаковой интенсивности, вот бета. Вот если бета у нас недостаточно, до бета-критического, у нас собственных значений нет. Потом появляется собственное значение лямбда нулевое от бета. На интервале бета-с, бета-с1 собственных значений нет. Потом появляется лямбда-1, следующее собственное значение и так далее и тому подобное. И вот для меня явилась непростой задачей в одной из статей доказать, что вот, собственно говоря, они не пересекаются. Вот монотонность этих собственных значений. Теперь рассмотрим ситуацию, когда у нас источники разбегаются. Сейчас так почему-то она у меня, картинка где-то была дальше с разбегающимися источниками. Вот у нас есть источники желтенькие, и расстояние между ними, между ближайшими из них стремится к бесконечности. И вот в этой ситуации у нас происходит как бы такой эффект слепания собственных значений. Мы, ситуацию, когда источники на бесконечности, бесконечно мерная решетка, то у нас все сведется к такому эффекту, как будто бы у нас на решетке один источник. Вот. Но, позвольте, у меня остается только 15 минут времени, поэтому сейчас я пойду дальше. Вот мы с вами разобрали случай. Один источник на решетке, конечное число источников произвольной интенсивности в произвольной конфигурации на решетках. А сейчас, может быть, я пропуская пространственно-временной анализ системы, я немножко расскажу об иной модели. Об иной модели. Теперь представим, что у нас в каждой точке решетки источник. В начальный момент времени в каждой точке решетки по одной частице. У нас теперь не одна начальная частица, а в каждой точке решетки по одной частице. А в каждой точке мы запускаем в этом случае марковский ветвящийся процесс критический. Что сие значит? Это значит, что интенсивность гибели равняется интенсивности рождения частиц. И вот оказывается, что в таких моделях, при больших временах, мы вообще в таких моделях можем вводить понятие популяции, субпопуляции частиц. Вот, допустим, у нас была какая-то частица, я не знаю, вот у меня картиночка есть. Картиночка, оказывается, есть. Вот теперь источник в каждой точке решетки. Вот мы рассматриваем частичку в точке решетки. Мы можем рассматривать в момент времени Т всех ее потомков на решетке. Это будем называть популяцию частицы, которая находилась в этой точке. Можем взять частицу, которая в начальный момент находилась здесь. И рассматривать всю популяцию ее потом. А можем выделить какую-то точку на решетке и смотреть, в момент времени Т, сколько потомков этой частицы попадет сюда. Сколько потомков этой частицы попадет сюда. И это мы уже будем называть субпопуляцией частиц вот в какой-то точке решетки. И вот я хочу сказать, что удалось получить достаточно интересные результаты. Вот, например, такой результат, что математическое ожидание. Если у нас процесс не вырождается, если у нас процесс не вырождается, то есть потомки частицы, находящиеся в точке Х, не вымрут, то процесс у нас ведет себя таким линейным образом. Но самое интересное у нас будет наблюдаться при возвратном случайном блуждании. Это сделано для конечной дисперсии, скачков, процесс, как бы скопления частиц вокруг своей родоначальницы. Вот эти результаты являются такими непростыми. Они тоже вот войдут в диссертацию. У нас есть на эту тему две публикации с Молчановым. В одном случае рассмотрены частицы одного типа эффекта кластеризации. Этот случай уже в работе Макаровой, Балашовой, Молчановой и моей обобщен на частицы с N-типами. Вот здесь достаточно большая и одна из первых работ, если я стала говорить о новых методах, то одним из новых направлений является рассмотрение многотипных ветвящихся случайных блужданий. Причем в отличие от многотипных ветвящихся процессов, которые достаточно хорошо изучены, вот такого типа моделей являются весьма сложными. А теперь вот аккорд завершающий. И вот все, что я сейчас буду говорить, оно основано на работах с Натальей Васильевной Смородиной. Уважаемые коллеги, вы дадите мне еще хотя бы несколько минут. Мне очень хочется сказать об этом результате. Я не очень задержу публику. Алло, алло. Да нет, ну рассказывай. Да, вот, несколько минут. Проделка, часа двадцати у нас разрешается. Все, я даже, я рассчитывала на час, но вот видите, поскольку кусок выбросила, то, значит, я вполне уложусь даже быстрее. Вот, вот давайте подумаем. Вот пока мы использовали для доказательства предельных теорем метод моментов и получали сходимость неких нормированных случайных величин, в частности числа частиц в источник, в точках решетки, по распределению. Что нам дает метод моментов? Вот, и вот использовать маркетингальную технику как раз предложил Наталья Васильевна. На самом деле, когда стали смотреть литературу, маркетингальная техника для исследования стандартных, ну, я называю их ветвящихся процессов Гальтона-Ватсона, была использована еще дубом. Потом для ветвящихся же процессов она была развита в работах в Атанабе, а вот для ветвящихся случайных блужданий, но совершенно в иных постановках, с дискретным временем, она была рассмотрена Биггинсом. Вот, похоже, что Биггинс один из первых начал исследовать, использовать термин ветвящиеся случайные блуждания. И в 93-м году Иоффе. Но весь вопрос в том, что они предлагали совершенно иные маркетингалы. Мы в своей работе вот сконструировали маркетингал, который отличается от тех, которые предлагались ранее. И его конструкция основана вот на использовании методов спектральной теории. Недаром я сегодня так вот подробно на этом останавливалась. На спектральной теории возмущения самоспряженных операторов, ну вот в Гильбертовых пространствах. Вот, но используя, то есть применение маркетингальной техники без дополнительных предположений на интенсивности источников, в совершенно общем случае, но предполагается, скорее всего, невозможное. И поэтому мы сумели доказать основной результат в двух предположениях, на которые я хочу обратить внимание. Первое предположение. В этой ситуации, как и в последней модели, у нас источники могут располагаться в каждой точке решетки. То есть мы рассматриваем вот такую модель с бесконечным числом источников. Источники в каждой... Я не помню, там желтеньким рисовала источник. Источники у нас в каждой точке решетки. В каждой точке. Но давайте посмотрим. Интенсивность источника, расположенного в точке х, стремится к нулю, если норма х стремится к бесконечности в пространстве L2, Z, T. Это первое условие. А второе условие, которое мы используем, у нас в каждой точке есть как бы экспоненциальный рост численности частиц. Мы говорим, что эволюционный оператор наш устроен таким образом. А плюс бета-h на h, вот верхняя грань этого оператора, стремится к нулю. Я здесь не определила B. Значит, у нас рассматривается такой эволюционный оператор А плюс, вот, может быть, B вот таким образом. B у нас есть возмущение в каждой точке. Возмущение в каждой точке. Вот. Значит, какую схему мы использовали? Мы рассматривали ветвящее случайное блуждание как марковский процесс, и который принимает значение в пространстве всех конечных целочисленных мер на ZD. Затем мы вводили операторное семейство, которое порождается нашим ветвящим случайным блужданием. Основной результат был в доказательстве того, что среднее число частиц в точке Y при старте из точки X, нормированное на экспоненты минус лямбда нулевое t, для некого фиксированного X, сходится к некому неотрицательному Мартингаму. Кратко это опубликовано вот в нашей заметочке в «Успехах», и полный текст отдан в статью, то есть в журнал «Теория вероятность». Так оператор B, что такое оператор B? Вот там такое, A плюс B. Я не помню, что такое оператор B. B – это потенциал. B – это потенциал. Сейчас я, может быть, сейчас я его напишу. B – это потенциал, то есть мы рассматриваем в каждой точке. Вот если бы мы рассмотрели какую-нибудь модель и взяли сумму по всем точкам решетки, это и был бы потенциал B. Здесь, Сергей, вот основная, как мне кажется, сложность вот в чем была, вот на мой взгляд. Вот мы рассматриваем, у нас есть существенный спектр самоспряженного оператора. Мы, в принципе, рассматриваем бесконечно мерное возмущение. Вот почему оно является компактным, почему оно существенный спектр не рушит? То есть B и B – это одно и то же? Это просто операция умножения на B, да? Да, да. B – это операция умножения на B, это правильно. B – это интенсивность источника, а B – это, да. А здесь, ну, можно так считать. Но у нас здесь интенсивность. То есть мы рассматриваем бесконечно мерное возмущение вот в каждой точке решетки. Вы оператор умножения на B. Но оно бесконечно мерное, оно такое затухающее на бесконечности. Затухающее. Вот это вот затухание-то и позволило доказать, ссылаясь на ряд работ предыдущих, что такое возмущение не рушит существенный спектр. И за счет такого возмущения у нас могут появиться только собственные значения, положительные собственные значения. Вот, вот на этом игра и есть. Но это факты, но, насколько я понимаю, весьма непростые. Значит, дальше мы трактовали ветвящее случайное блуждание, то есть ветвящее случайный процесс, как процесс X с индексом X, вот из точки X началось блуждание с какой-то в момент времени T, как M-значный марковский случайный процесс. Ну, F с индексом T обычно, то есть обозначали фильтрацию, относящуюся к этому процессу. А дальше для каждого T, каждой точки решетки и функции Z2 от ZD мы определяли случайную величину I, которую мы обозначили TX от φ, следующим образом. X, TX от φ – это сумма, φ от Y по всем Y, принадлежащим X, T, T. Ну, мы здесь можем перейти, вот эту сумму записать, как интеграл по ZD по процессу. Вот. Дальше мы показываем, что вот этот оператор A плюс с возмущением B, B, это большое, он ограниченный и самосопрешенный в пространстве L2ZD. И что его положительный спектр может состоять только из коней, может содержать собственное значение конечной кратности, положительное собственное значение конечной кратности. Как? А можно вопрос? А почему этот интеграл? А если X в какой-то точке имеет несколько частиц, а в сумме вроде φ от Y один раз учитывается, а в интеграле много? Нет, два раз. X – это мера. Ну. А X – это мера, без кратности, понял. Кратности с кратностями. Кратности с кратностями. А тогда сумма не равна. Ну, я не могу слово понимать, как говорится, в таком смысле. Олеги, извините, пожалуйста. Нет, ну не дельта – это мера. Дельта – мера с весами. Простите, пожалуйста. Я когда сегодня готовила, у меня вся презентация на английском, я когда готовила сегодня презентацию, пропустила два очень важных слайда. Конец этой презентации у меня есть на русском. Можно я перейду быстро очень на русский вариант? Я просто случайно, случайно пропустила. Я их закомментировала и не перевела. Два слайда важных. А Марцингал тогда зачем нужен? Как он используется, Марцингал? Я не понял. Вот я сейчас, как раз это и хотела. Вот это я хотела показать коллегам. Давайте по-русски. Да, очень, очень извиняюсь, но бывает. Так, сейчас я открываю. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, простите. Сейчас, извините. Так, 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 так. Вот где-то он меня был под рукой. Все, сейчас файл нашла. Теперь мне надо в нашу конференцию сейчас так войти и открыть файл демонстрации экрана. О, видно, да? Ага. Да. И я перейду сразу к самому концу. И здесь, может быть, многие вопросы с ним, потому что я случайно, вот простите меня, в спешке сегодня не перевела вот два слайда. Вот, вот сейчас мы перейдем с вами. Вот задавали вопрос, а при чем же здесь Марцингал и как он строится? Вот здесь мы перейдем непосредственно к построению Марцингала. Вот обозначим через х, т от т ветвящее случайное блуждание, задаваемое как выше функциями а от х. Это переходные интенсивности нашего блуждания. И f у х – это инфинтизимальные производящие функции, которые сдают размножение и гибель частиц в точке х, удовлетворяющие вот такому условию. Здесь с помощью марцингальной техники мы исследуем численность частиц в каждой точке решетки. В начальный момент времени у нас в этой модели находится ровно одна частица в точке х. И вот процесс х, х от т, как я уже говорила, мы рассматриваем как марковский процесс со значением в пространстве m всех конечных целочисленных мер. И всякий элемент имеет вот следующий вид. Следующий вид. В этом представлении вот точки y и t не обязательно различны, что соответствует тому, что в момент времени t в одном узле решетки может находиться несколько частиц одновременно. И отличаются находящиеся в узле частицы только своим номером в списке частиц. И все. Вот после этого каждая y и t соответствует отдельной частице, которую мы кодируем, занятым ей узлом решетки и ее номером j в списке. Так как далее будут рассматриваться только симметричные функции от х, х от т. Конкретный выбор нумерации частиц у нас уже не играет роль. И вот дальше символом вот m в фигурных скобочках обозначим множество всех частиц. Это множество будем записывать как y1, y2, yk. Причем в этом представлении каждый узел решетки может встречаться несколько раз, что соответствует тому, что в этом узле решетки находятся несколько частиц. Итак, а вот я вот эти два слайда пропустила. А дальше можно уже что английский, что русский вариант. Итак, случайное блуждание мы рассматриваем как назначенный марковский случайный процесс. Рассмотрели. Далее показываем, что вот этот оператор a плюс b является ограниченным и самосопряженным, а его положительный спектр может стоять только из собственных значений конечной кратности. Также мы с вами предполагали, что вот эта квадратичная форма, вот которая так записана, строго больше нуля. Вот выполнение этого условия гарантирует экспоненциальный рост первого момента численности частиц в каждом узле zd. А дальше из теоремы Крейна-Рутмана, которая цитируется по статье Чанга, вытекает, что число λ является простым собственным значением оператора, которому соответствует строго положительная собственная функция z2, zd. И в этом случае получаются две такие важные вспомогательные теоремы, на основе которых будет доказываться основной результат. Первое – φ собственная функция оператора h, соответствующая собственным значению λ. Тогда для любого х процесс, который мы определили и tx от φ, нормированный на экспоненту минус λ dt, является ft Мартингал. Так как Мартингал, очевидно, не отрицательный, то из теоремы Дуба следует, что почти, наверное, существует вот такой предел. И следующая теорема показывает также, что этот предел существует в среднем квадратичестве. Все, а дальше нам требуется только для доказательства основной теоремы о поведении локальных численностей частиц. Нам уже требуются только первые два момента, в отличие от теории, которую я рассказывала в первой части доклада. Первые два момента. И мы доказываем, что число частиц в момент времени t в точке y, нормированное на экспонентах в степени минус λt, сходится к некому вот такому Мартингал. На этом, позвольте мне закончить. Извините, пожалуйста, что я немножечко затянула. Ну вот, а, простите, а я еще, кажется, забыла. Еще последний слайд есть, что последние три теоремы показывают, что вот Мартингальный подход позволяет ограничиться двумя первыми моментами. Важные условия – это убывание интенсивности при больших икс. И важные условия – то, что мы доказываем сходимость в среднеквадратическом. Ну, дальше вот тут. Как-то я потерял вот и тх, что такое и тх? Вот и тх, там, отклоняйте момент. И тх – это что? А, это сумма? Икс маленькая. Что такое икс маленькая? Это начальная точка стартов. Да, точка стартов, в которой находилась наша частица. Одна, одна частица была. Одна. Включаем с одной частицы. Да, здесь разные результаты. Ну, вот мы с Натальей Васильевной, у нас есть амбициозные планы обобщить это на несколько частиц и немножко порушить самосопоряженность, пространственную однородность. Но это задачи уже, конечно, тяжелые. Посмотрим, что у нас получится. Этот список полностью соответствует тому, что у нас идет по Мартингальной технике, но немножечко не отражает работа, которым был посвящен доклад из-за того, что я открыла другую презентацию. Ну, коллеги, вот позвольте мне на этом завершить. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Маленький вопрос. Вот там, когда у вас случай возвратный, там кластеры возникают. Можно еще раз сказать, какие там размеры кластеров и какое расстояние в среднем? Там вот такая была слайд, такой был, показываем размеры кластеров. Кластеров и расстояние между кластерами. Сергей, а можно я даже сделаю следующим образом? Может быть, сделаю небольшую рекламу. Вот все расстояния между кластерами и как определяются кластеры, есть в работе Балашовой и Дарьи, защита которой состоится 16 декабря, и которая выложена уже в истине, и вы можете прям войти и все это там. Ну, а сейчас можно показать, какие там размеры? Расстояние, тем не менее. Пожалуйста, потому что у нас немножко сложновато будут определяться кластеры. Ну, я понимаю. В размерностях 1-2, и мы это делали только для конечной дисперсии. Сейчас нахожу вот свой доклад. Вот. Значит, если у нас одномерный случай, значит у нас... Что-то ничего не видно на экране, а? Или это... А, как-то не видно. Демонстрация экрана. Сейчас видно. А, сейчас, да. А кластер, значит, расстояние между ними... Вот смотрите, что у нас происходит с возвратностью. Эффект возвратности...